Боксер А Энрик Флорес был призером панамериканских игр. Рефери француз Непетер. Американский боксер, обидчик россиянина Дмитрия Выборного, дебютанта Олимпийских игр. Они встретились в первом же бою. Выборно выглядел достойно против чемпиона мира и все-таки уступил ему почта. Очень активно первый раунд начал Куэртеликанский боксер. Но затем как-то пропустил несколько ударов американца и вот чемпион мира уже захватил инициативу в свои руки. Посмотрите, в течение нескольких секунд серия ударов и уже нокдаун. И причем счет-то, обратите внимание, какой 11-1. Но Энрике Флорес улыбается. Он считает, что нокдауна не было. Опасно наклонял голову. Так преобразился Антонио Тарвер. Он левша, вы уже обратили внимание. У него прекрасные удары прямой и боковой левой. Причем бьет он хорошо с дальней и средней дистанции. Мне кажется, что Куэртеликанец немножко ошеломлен после столь стремительных, бурных атак американского боксера. Вот очень долго выжидает сейчас Антонио Тарвер. Пробивает оборону фортериканца Тарвер. И опять свой коронный прямой левый. Уверенно выигрывает чемпион мира и фортериканца и боксера. Наш репортаж подходит к концу. Я еще раз напомню вам, уважаемые дамы и господа, что три российских боксера вышли в полуфинал, где как минимум они заработали бронзовые награды. Это Альберт Пакеев, второй на легчайший вес. Рейм Куль Малакбеков, легчайший. И Олег Саитов, второй полусредний. И осталась еще раз надежда на супертяжеловеса Алексея Лёзина. Но репортаж об этом поединке вы уже увидите завтра. Третий раунд. Полутяжеловесы. Чемпион мира американец Антонио Тарвер и пуэртериканец Энрике Флорес. 13-2 в пользу американского боксера. Потому как проходил первый раунд, я подумал, что пуэртериканец составит серьезную конкуренту американцев в этом поединке. Пробивает пуэртериканец сейчас защиту Тарвера. Но уж очень большой разрыв. 13-3. Рвется вперед Энрике Флорес, но нарывается на встречный дар. Вот сейчас сам достал. Ведь вы видели, как откинулась голова чемпиона мира, а компьютер не зафиксировал. Значит, не среагировали боковые судьи. Французский Микпетер делает замечание американскому боксеру. Так подходит к концу боксерский марафон. Боксеры стартовали 20 июля, а финишируют 4 августа. Нокдаун защитывают французские рефери. Это уже второй нокдаун. Американские зрители любят, вот когда так проходит поединок, когда идет обмен ударами, идут мощные удары. Третий нокдаун, 18-3. Но можно даже прекращать бой, да? Бой завершается за одну минуту с какими-то секундами до окончания раунда. Ввиду явного преимущества победа присуждается американцу, чемпиону мира Антонио Тарверу. А мы на этом, друзья, заканчиваем.